Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня у нас с вами последний разбор песен и мелодии на новогоднюю тематику, да и в принципе разбор на укулеле в этом году тоже последний. И сегодня мы с вами будем учиться играть советскую песню, популярная такая детская песня, которая называется «В лесу родилась ёлочка». Ну а как и на предыдущую песню, которую мы изучали, «Джингл Беллс», мы разберём её в укулеле-дуэт. То есть у нас будет две партии. Одна партия отвечает за аккорды, другая за собственную мелодию. Поэтому ты можешь выбрать удобную для себя партию играть, а можешь, как всегда, скайперироваться со своим другом или подругой, которая тоже играет на укулеле, и выступить на школьном конкурсе талантов. Нам всем по порядку, бери инструмент в руки и погнали учиться! Разбор на укулеле И теперь разберём укулеле number one, которая играет у нас мелодию. Песня-то на самом деле суперпростецкая, которая состоит из трёх предложений, два из которых они повторяются. То есть этого два предложения нам надо выучить. Разберём куплет. Куплет у нас играет следующим образом. Теперь ещё раз в медленном темпе. Внимательно, пожалуйста, следите за пальцами, которыми я играю. Ещё раз супермедленно. Если вы до сих пор не знаете, по каким циферкам я так вот играю, это называется табы. У меня есть отдельное видео, обязательно посмотри его, если ты до сих пор не знаешь, и возвращайся ко мне играть эту песню. Куплет с ним всё ясно. Далее у нас идёт припев, который повторяется два раза подряд. Для начала посмотрим, как он играется. Теперь супермедленно. И этот припев повторяется у нас два раза. Разбор на укулеле Теперь разберём партию аккордов. Аккордное сопровождение у нас состоит из пяти аккордов. Они самые базовые. Ну, конечно, тут есть как бы барре в одном моменте, но об этом чуть позже. И первый аккорд, аккорд фа. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу. И четвёртую струну на втором ладу. Далее идёт у нас аккорд с, или по-другому до. Мы зажимаем первую струну на третьем ладу. На этих двух аккордах у нас сыграется куплет. То есть... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Далее у нас припев состоит из аккорда си бемоль или по-другому ля диез, но не суть. У нас играется баре, мы ставим на первом ладу, потом третья струна на втором ладу и четвертая струна на третьем ладу. А если все вместе, то... Если вы до сих пор не умеете играть баре, у меня есть отдельное видео, где я прям пошагово учу, как это все играется. Далее у нас идет аккорд А7. Мы просто зажимаем третью струну на первом ладу. И последний аккорд, который нам надо выучить, аккорд ДМ, или по-другому Ре минор. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу. И третью и четвертую струну на втором ладу. Все вместе. Теперь соединим. Си бемоль А7 ДМ Ну а далее у нас опять повторяется Фа и До. То есть Фа, До, Фа. Если он становится очень сложно, то есть прям раздачный материал в описании. Открой, посмотри, и все станет понятно. И бой, если это можно назвать боем, здесь состоит следующим образом. Мы играем удар вниз, причем не все струны подряд, а друг за другом. Как будто мы играем на арфе. Заметьте, на каждый аккорд мы играем по одному разу вниз, а на аккорд Си бемоль два. Если все это соединить в общую картину, как получится. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот всё. Ну а этот весь год вас учила играть на укулеле дамы в очках, которую зовут Дарья. А на этом я сегодня с вами прощаюсь. Увидимся в новом разборе. Пока!